Уважаемый Карим Кажемканч, уважаемый член правительства, Национальный экономический палат Атамикен участвовал активно совместно с Министерством экономики и с другими госорганами в рамках исполнения поручений главы государства. Мы поддерживаем в целом вносимые проекты за законопроектов. Особо хотел бы остановиться, конечно, будет безусловно 30% сокращение безусловным снижением, но особо хотел бы остановиться о введении уведомительного порядка для бизнеса тех видов разрешений, которые не несут прямого риска здоровью и жизни граждан и безопасности общества. И, как мы уже видели с докладом министра, 52 уже разрешения переведены в уведомительный порядок. Также мы, безусловно, считаем позитивным моментом перевод на электронный формат всех видов выдачи разрешений. Мы уже мониторим. С 1 апреля, как министр транспортно-коммуникации уже докладывал, некоторые виды лицейной уже переведены в электронный формат. Мы смотрим, есть ли какие-то нарекания. Пока всё устраивает. Есть, конечно, какие-то шероховатости в регионах, но в целом всех это устраивает, потому что это снижает весь документооборот, и, самое главное, нет необходимости в натуральном уведомлении разрешительных документов. Также мы позитивно воспринимаем введение моратория на плановые проверки бизнеса на три года. Это для новосозданных предприятий. И, конечно, согласны с той нормой, что всё-таки не только интересы бизнеса, важны интересы защиты и интересы общества, и что по некоторым опасным видам всё-таки исключить те малые предприятия, которые всё-таки будут заниматься опасными видами деятельности, чтобы их исключить из этого моратория. Также мы согласны и поддерживаем те принципы по контрольно-надзорным функциям. Это касается того, чтобы запретить госорганам не выполнять неподходящие функции. Это и нормы, вводимые в КОАП в части применения институтных штрафов только по итогам проверок, то, о чём министр докладывал. И считаем, что впереди, после как будет одобрено законопроект, и на правильный мажорист предстоит большая работа с министерством в части коалиционных требований. Такие у нас уже рабочие встречи начались, и к такой работе мы готовы, потому что после оптимизации количеств, конечно, большое значение имеют те коалиционные требования, даже тем оставшимся количеством более 300 лицензий. Ну и хотел бы сказать, что сейчас мы готовимся совместно с министерством, с нашими коллегами по бизнес-сообществу, в частности форуму предпринимателю, к выполнению уже нового поручения главы государства, данного 27 января 2012 года в послании к народу Казахстана, где глава государства поручил уже подойти к новым принципам, к разрешительной системе. Это и разработка единого закона о разрешительной системе, к новым новациям, подходам. Такая работа сейчас подготовлена, согласованы все мероприятия, и мы ожидаем, что 28 мая НЭКС мы одобрим. И вот эта работа, постоянная система работы по улучшению делового климата будет продолжена, и Атомникен поддерживает и настроен позитивно. Спасибо.